Книги на крымско-татарском языке шрифтом Брайля. Одна из библиотек республики занялась издательской деятельностью. Подробнее Гульнара Ягьяева, директор крымско-татарской библиотеки имени Гаспринского. Здравствуйте, Гульнара Сабриевна. Это первые книги на крымско-татарском шрифтом Брайля или были уже такого рода аналоги? Нет, вы знаете, это первые книги, это пилотный проект. Аналога нету и в мире нету. Что, собственно, за книги? Я подумал, когда узнал, что вы придете к нам в гости, я подумал, что это какая-то серьезная книга, какой-то литературный труд, а это, оказывается, детские сказки. Да, вы знаете, еще в прошлом году нашей библиотекой был защищен проект, и мы приобрели специальную технику для людей слабовидящих и слепых. Но здесь мы столкнулись с тем, что да, для взрослых у нас есть уже какая-то техника, они могут к нам самостоятельно приходить и что-то читать. А для деток ничего нет. У нас есть такие детки, к сожалению, но детки, которые не владеют своим родным языком. Поэтому мы так решили, что нужно как-то помочь, выйти из этого положения. И вот в прошлом году, в июне месяце у нас здесь в Крыму проходила конференция в городе Судаке. И там на одной из секций, нами было рассказано об этой проблеме, и с коллегами из российских библиотек мы договорились, что они нам помогут в этом. То есть в издании книг. А что именно за книги, кто автор, что за сказки? Вы знаете, мы решили, что это будет этот первый пилотный проект, мы сделаем для деток. И подобрали несколько сказок Андерсона. Это книги, которые были изданы у нас здесь в Крыму до войны, 40-41 год. На крымско-татарском, да? На крымско-татарском языке, переводные книги. Например, вот эта вот книга «Буль-буль», «Соловей». Вот еще одна книга Андерсона «Домус Чубана» — это сказка «Свинопас». Ну и здесь я даже не знаю языка, «Калам-солдатчик», я полагаю, это… «Калам-солдатчик». Да, это оловянный солдатик, если вы позволите, да. Да, действительно чувствуются эти выпуклости, и виден этот шрифт, но… И даже рисунки, да, я понимаю, рисунки дети тоже смогут увидеть, да, увидеть руками. Достаточно интересно, но тем не менее нужно иметь навыки. А каким тиражом выпустили книги? Вы знаете, пока тиража такого нету, это всего несколько книг, потому что, как мы уже говорили, это пилотный проект, и мы не знали вообще, как правильно все это сделать, и будет ли шрифтом Брайля читабельно, потому что специалисты, те, кто… Я сразу скажу, что это Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры, Государственная библиотека для слепых и слабовидящих, и Челябинская областная библиотека для слепых и слабовидящих. Вот эти вот две библиотеки, специализированные библиотеки, и издали нам эти книги. Но тем не менее, вот люди, которые имеют проблемы со зрением, слабовидящие или невидящие вовсе, они уже пробовали прочесть эту книгу руками? Да, конечно. Когда мы получили эти книги, мы обратились к педагогам школы-интерната номер один, с тем, чтобы они проанализировали, сделали несколько… Насколько можно продолжать эту работу? Да, даже не зная языка. И вот когда педагог читала, проводя вот по этим выпуклостям, по этим буковкам пальцами, читала вслух нам сказку, начало сказки, ну, это было очень отлично прочтено, и все буковки на месте, поэтому очень читабельно. В целом, если говорить уже о библиотеке, у вас книги только на крымско-татарском или на других языках также? Нет, конечно же. Мы, да, действительно, мы крымско-татарская библиотека, но мы универсальная библиотека. Кроме книг на крымско-татарском языке, у нас книги на различных языках, есть и книги на иностранных языках, поэтому сказать, что только крымско-татарское нет. Ну вот возвращаясь непосредственно, раз уж называетесь, все-таки крымско-татарская библиотека, у меня почему-то ассоциации были в большей степени вот непосредственно с произведениями, написанные на этом языке, да, или людьми крымскими татарами, к тому же называется она, да, имени Гаспринского. Но, тем не менее, говорят, что в последнее время носители языка все чаще используют разговорный, да, от этого страдает литературный. Каким образом привлекаете к себе читателей именно крымско-татарской литературы? Ну, вы знаете, я хочу сказать, что в фонде нашей библиотеки есть уникальный такой фонд, это редкие книги, которые были изданы у нас в Крыму еще до войны. Это и переводные книги, это и на крымско-татарском языке книги, и вот мы, популяризация этих книг, потому что это действительно довоенное издание, это более, ну, может быть, книги были изданы на литературном языке, популяризация этих книг, ну, и тех книг, которые издаются сегодня у нас здесь в Крыму. Планируется ли переиздание этих редких видов? Вы знаете, да, мы работаем над этим, и работали, и будем продолжать работать, потому что есть такие книги, которые в фонде нашей библиотеки, а может быть, даже в Крыму в единственном экземпляре, у нас были такие проекты, и опять-таки, возвращаясь к этому, хочу сказать, что очень мало детской литературы крымско-татарской, и вот были переизданы книги «Приключения барона Мюнхгаузена» на крымско-татарском языке, которая была переведена и издана до войны, это вот из этого фонда. Достаточно, да, я думаю, тоже много авторов можно переводить на крымско-татарский, и наоборот, кстати, вот этот вопрос тоже интересен, вот эта работа в этом направлении, она уже начата? Вы знаете, да, и с крымско-татарского на русского тоже есть прекрасные переводы. Могу вот сейчас вспомнить, что есть наша крымская поэтесса Ольга Голубева, она прекрасно переводит стихи крымско-татарских авторов на русский язык. В целом, пополнение, увеличение библиотечного фонда планируется ли и каким образом? Конечно, книжный фонд наш растет, хотя, может быть, и не такими большими быстрыми темпами, но он растет. Это в основном дары. Нам очень много книг дарят, приносят, передают. Это очень много книг нам дарят, когда мы посещаем какие-то конференции, выезжаем за пределы Крыма. К нам, когда приезжают на наши библиотечные конференции наши коллеги из России, они нам, конечно же, очень много книг дарят и помогают в комплектовании нашего фонда. Я думаю, когда вы будете режировать свои издания, у вас тоже будут подарки своим коллегам. Скажите, ну вот есть уже первый положительный опыт. Какие в дальнейшем, возможно, уже серьезные литературные произведения планируете перевести на шрифт Брайля? Сейчас мы работаем над этим. Для деток у нас уже есть такие книжечки. Сейчас подбираем книги для юношества и для более старшего поколения. Благодарю, Гульнара Сабриевна. Поздравляю вас с первым успешным опытом и желаю дальнейших успехов в этой работе. У нас на этом пока все, но мы не прощаемся. Оставайтесь с первым крымским. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова